Происхождение фразеологизма «деньги не пахнут». В былые десятилетия часто говорили, что любая работа полезная. Однако по отношению к современной эпохе более применим термин «деньги не пахнут». Откуда пошло это выражение? Автором происхождения данного фразеологизма считается римский император Веспасиан, который ввел налог на туалет общего пользования. До этого никто из правителей грязными делами не занимался. Считалось даже постыдным брать мзду за такого рода место. Но Веспасиан решил, что любое дело, на которое идут затраты из казны государства, должно давать прибыль, то есть возвращать назад полученный доход. Причем в тройном размере. Сегодня выражение употребляется в негативном ключе, указывая на пренебрежительное отношение к тем, кто зарабатывает нечестными или откровенно позорными путями, жертвует своими принципами, идет на сделки с совестью и гордостью ради того, чтобы обогатиться, получить статус и высокое положение. Другими словами, данное выражение о том сорте людей, которые считают, что позор, который делается за деньги, это уже не позор, а полноценная работа. Как правило, такие индивиды готовы на все ради своей цели и обогащения, у них нет никаких моральных ориентиров. Как правило, социум осуждает подобных личностей. Тем не менее, жизнь ставит перед каждым выбор. И забывая о приличии и честности ради миллионов, человек реализовывает свои личные цели, планы и мечты. Поэтому он может быть подвержен критике, но исключительно с моральной точки зрения. Если постыдный заработок не предполагает нарушение закона, то никто не вправе запрещать такому человеку получать доход подобным образом. Мало того, у каждого своя личная степень порядочности и свое понимание действительности. Ведь то, что зазорно для одного, является нормой для другого. Поэтому человек, для которого «деньги не пахнут» может действительно не испытывать никаких угрызений совести, занимаясь тем, отчего другие приходят в ужас. Что означает «как понять выражение «деньги не пахнут»» объяснение одним словом. Чтобы понять выражение «деньги не пахнут», необходимо вникнуть в его суть. Выше было описано, откуда оно произошло. Теперь стоит понять, что означает такое словосочетание, произнося всего одно слово. Поможет объяснение одним словом. Часто вравеем с данным выражением идут словосочетания «продался», «продался» с потрохами, «продал друга», «продал мать родную» и... так далее. Другими словами, синонимы выражения одним словом – алчность, корысть, бесстыдство, жадность... вседозволенность, подлость, мерзость, отсутствие совести и чести. Теперь давайте разберемся со значением этого словосочетания. Читайте далее. «Деньги не пахнут» – краткое значение фразеологизма. Если кратко, то фразеологизм «деньги не пахнут» обозначает определенные действия человека, зарабатывающего на жизни не вполне... приличным, не вполне честным или даже недостойным путем. Другими словами, человеку совершенно не важно, чем именно он занимается ради заработка, главное, что за эту деятельность ему платят. К подобную категорию можно отнести постыдные профессии, связанные с криминалом, проституцией, торговлей, наркотиками, постоянным... обманом или наживой на чужом горе. Когда такой работник получает свои средства, он каким-то образом забывает о том, что приступал закон, свои принципы, что поступал... неприлично или унизительно с моральной точки зрения. Он просто считает купюрой и радуется жизни. В современном мире к вышеперечисленным профессиям можно причислить и некоторые моменты блогерства, когда человек разрешает унижать... себя терпит издевательства, либо совершает аморальные поступки ради зрительских материальных пожертвований. Конечно, такой человек в глубине души прекрасно понимает, что он поступает недостойно. Но желание много зарабатывать пересиливает в нем моральные аспекты. Мало того, для некоторых 15 минут позора пережить куда легче, чем полноценную смену на заводе или фабрике. Касательно высокоморальных личностей и порядочных людей, глядя на представительницу древней профессии афериста или жертву интернета, они могут иронии и сказать «да, деньги не пахнут». Естественно, выражение употребляется в переносном смысле. Никто не нюхает купюры. Просто указывается на тот факт, что необычно зарабатывающий человек не придает значения моральной составляющей своего заработка. Ставит воспитанность и приличие гораздо ниже собственных гонораров. Другими словами, происходит сделка с совестью. У человека есть шанс либо работать на приличной работе, но иметь невысокий достаток, либо прославиться и стать миллионером, но при этом пожертвовать своими принципами. Он выбирает второе. И это его право. Имеет место личный выбор. Однако существует иной сорт людей. Даже если они очень хотят обеспеченности, склад характера не позволяет им продаться. Они продолжают считать гроши и, возможно, даже не доедают, но никогда не опустятся до того, чтобы опозорить себя, свою семью, свой круг общения перед тысячами человек ради денег. И это также их личное право. Прямое и переносное значение фразеологизма «деньги не пахнут» примеры. Важно понимать, что есть прямое и переносное значение тех или иных выражений. Это когда они употребляются в тексте в том или ином варианте. Прямое значение словосочетания направлено непосредственно на предмет, явление и почти не зависит от контекста. Переносное значение – это вторичное производное значение, возникшее на основе прямого. Как видите, все просто. Если непонятно, то рассмотрите примеры ниже. Вот прямое и переносное значение фразеологизма «деньги не пахнут». Видели, Катю вчера кто-то на такой крутой машине подвозил. Сразу видно, чем занимается. Правильно говорят, «деньги не пахнут» – переносное значение. Она прекрасно знала, что деньги не пахнут. Но вновь и вновь обрежемала к носу купюры и пыталась насладиться своей первой зарплатой, словно ароматом французского парфюма «прямое значение». «Ну и что», – вскрикнул Федор, «деньги ведь не пахнут. Зато я в неделю получаю больше, чем мой отец в месяц на заводе». Переносное значение. Вы сколько угодно можете осуждать меня. Но деньги не пахнут. Мне нужно помочь больной матери, поэтому сейчас я готова выполнять любую работу. А конкретно, делать за деньги самую сложную работу. Главное, чтобы мама выздоровела – переносное значение. Ученые задались вопросом, есть ли запах у денег. Долгое время считалось, что деньги не пахнут. Но поскольку купюры сделаны из специфической бумаги, запах все-таки есть прямое значение. Деньги не пахнут, не стоит даже нюхать прямое значение. Может, согласишься, деньги ведь не пахнут, может употребляться в прямом или переносном значении. Ниже еще больше примеров. Читайте далее. Фразеологизм со значением «деньги вводятся» присутствует, дорожить деньгами, сделка с совестью по отношению к деньгам, добыть деньги. Любым путем, нечестным путем, примеры употребления, когда подразумевается выражение «деньги не пахнут». Подобный фразеологизм может употребляться с другим значением. Вот примеры употребления, когда подразумевается выражение «деньги не пахнут». В начале своей карьеры он вкладывал в каждую свою песню душу, а потом продался с потрохами и записывает дуэты с фальшивыми поп-звездочками, которые петь то не умеет. Зато у него всегда деньги вводятся. Верно, говорят, либо качественное творчество, либо большие гонорары. Ведь людям нравится, когда деньги у них присутствуют. Оксана знала, каким путем Саше достаются эти деньги. Она понимала, что рано или поздно он окажется за решеткой. Но постоянные звонки и угрозы коллекторов вынуждали ее снова и снова закрывать глаза на криминальные похождения мужа. Думаете, я пошел на сделку с совестью? Нет, я просто люблю деньги больше, чем все эти ваши этикеты и пресловутую мораль. Да, мне надоело жить в бедности. Что же в этом плохого? Лучше быть аферистом, но на Кхамере, чем примерным служащим, у которого порой на маршрутку денег нет. Воровать деньги из чужих кредитных карт через интернет преступление. Это добыча денег любым нечестным путем. Также преступление это убивать, продавать наркотики подросткам возле школы. Деньги для таких людей не пахнут. Знаешь, за что я уважаю этого футболиста? Он отказал в подписании миллионного контракта известному клубу и продолжил играть в местной команде за гроши только потому, что не хотел бросать жену и маленьких детей. Да, он дорожит деньгами, но семья для него важнее. Но ведь это же обман. Знаешь, в жизни бывают ситуации, когда деньги следует добывать любой ценой. Читайте далее о том, как правильно составить предложение с данным выражением. Это просто. Как составить предложение с фразеологизмом «деньги не пахнут» примеры. Для того, чтобы правильно составить фразу с данным выражением, следует знать, какое значение предусматривает контекст прямой или переносной. В первом случае, речь будет идти о том запахе купюр, который можно почувствовать благодаря обонянию. Во втором, о нарушении человеком моральных принципов ради быстрого обогащения. Вот примеры, как составить предложение с фразеологизмом «деньги не пахнут». Одна часть его естества протестовала против такого заработка, но другая прекрасно понимала, что деньги не пахнут. Ну и что, что я работаю веб-моделью. Зато не нужно в магазине горбатиться товаро-раскладывать или за кассой сидеть. Деньги не пахнут. А вы, мои дорогие, трудитесь где хотите. Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут. Но боюсь, я не смогу принять такое предложение. Есть два типа людей, для одних деньги не пахнут, а у других есть совесть. Конечно, деньги не пахнут. Но я никогда бы не смог предать ради них друга, любимого человека или подставить свою семью. Согласен с тобой, деньги не пахнут. Но зато от человека, который получил их нечестным путем, заверсту разит обманом и подлостью. В их карманах деньги не пахнут, зато руки по локоть в крови. Лучше я буду работать простой уборщицей, чем так унижусь. Деньги ведь все равно не пахнут. Это у вас деньги не пахнут. А для меня каждая заработанная десятка имеет запах. Это запах пота, слез и тяжелого труда, которому я привык с ранней юности. Для подобных людей деньги не пахли или пахли настолько опьяняющие, что совершенно отшибали рассудок. Первые строчки завещания деньгами не пахли. Но все родственники искренне надеялись, что добрый Петр Данилович все же указал, кому достанется его шикарный дом и сбережения, накопленные за долгую обеспеченную жизнь. Ниже еще больше полезной информации. Читайте далее. Как подобрать синоним к фразеологизму «Деньги не пахнут» Примеры. Чтобы усвоить пройденный материал, необходимо научиться подбирать похожие по смыслу выражения. Как подобрать синоним к фразеологизму «Деньги не пахнут». Вот примеры таких слов и словосочетаний. Продаться, пойти на сделку с совестью, обесчестить себя ради гонораров. Продаться с потрохами. Решиться на аферу. Совершить преступления. Смысловые синонимы подходят и такие. Подобные крылатые выражения «Денег куры не клюют», «Уговор дороже денег», «Деньги на бочку», «Деньги тянутся к деньгам». Не человек распоряжается деньгами, а деньги человеком, этого я не сделаю даже за большие деньги, не все в мире измеряется. Деньгами. Теперь вы знаете, что обозначает данный фразеологизм. Для закрепления материала попробуйте самостоятельно составить предложение. Это просто. Удачи. Видео, что означает выражение «Деньги не пахнут» экспресс-урок. Прочитайте по теме.